Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о визах, точнее о их продлении в Чешской Республике для иностранцев. Ну и как вы поняли уже из поста, кто видел конечно в группе нашей в сообществе на ютубе, то продления уже не будет. То есть 16 ноября это окончательная дата, когда нужно всем иностранцам, которые здесь работали еще с марта месяца или кто-то там продлевался в июле, в мае и так дальше, нужно покинуть страну, то есть Чешскую Республику, потому что могут быть проблемы в дальнейшем, если кто этого не сделает. Давайте же разберем те случаи, которые реально сейчас на данный момент на пятницу 13 уже существуют, потому что завтра уже суббота 14-15 и 16-й это понедельник уже нужно покидать эту страну. Итак, ребята, ситуация следующая, кто допустим этого еще не сделал, как и ранее говорил, нужно было обращаться в полицию, ставить печать COVID-19, предоставлять договоры. Кто это сделал, красавцы конечно, вопросов не будет, покидайте страну без всяких проблем. Кто этого не сделал, тут вопросы будут и будут возможны в аэропорту вопросы, кто будет лететь самолетом, у кого есть билеты на самолет, кто будет ехать автобусом, то опять же, эта печать COVID-19 не спасает на границах Польши, на границах Австрии, Словакии и так дальше, потому что могут быть вопросы, не могут, в зависимости от того, на какую смену, конечно, тоже попадете, это все по-разному, поэтому могут штрафовать, могут ставить депорты и так дальше, я честно этого не знаю, не пугаю абсолютно, то есть это все варианты, которые должны рассматривать, что может быть. Поэтому у кого есть какая информация, кто ехал, пишите пожалуйста под видео в комментариях, это очень важно для всех нас, кто работает здесь в Чехии. Дальше, значит у кого есть на руках все договоры, все продления, берем их с собой и кто не успел поставить печать, то едем и на границах предъявляем эти документы, если будут какие-то вопросы, что и как, почему оставались, почему не выезжали вовремя и так дальше. Ну и объясняйте тем, что не успели поставить эту печать COVID-19. Дальше идем, чем добираться, сейчас реально есть проблема, ну я вот сегодня промониторил варианты самолетов и я вам скажу не очень хорошие новости, конкретно смотрел ЧСА, Чешской авиалинии и билеты как раз на 13 по 16 число, там баснословные суммы от 6000 крон без багажа и выше, я не знаю почему так, потому что в следующие все дни стандартная цена по 2600-2900 крон, то есть можно лететь без проблем, а именно вот на вот эти даты есть такая проблемка и ценовая политика реально очень завышенная. Вот, может быть они специально это сделали, не знаю, но как они писали изначально заранее, что выезжайте из Чехии, и прямым рейсом проблем никаких не будет, с печатями этими и так далее, то сейчас проблема есть в денежных средствах, потому что это очень дорого. Вот, если брать конкретно автобусы, перевозчики, проверенная фирма Регабас, заходил на сайт Инфобас, смотрел, то ценовая политика колеблется от 2000 крон, едут через Польшу, по идее выпускать Польша должна, вот, Словакия не знает, сейчас Словакия как бы закрыта, и вся Европа в принципе сейчас закрыта, это красная зона вся полностью, то есть можно путешествовать только с негативными тестами, поэтому как в реальности будет, кто ехал, кто уже приехал домой, или как у кого проходила эта дорога, пишите обязательно в комментариях, это очень важно для всех знать. Ссылку на автобусы Регабас и на приложение Инфобас найдете опять же в описании под этим видео, переходите, там первая ссылка Инфобаса, ходите, смотрите, мониторите цены, смотрите даты, покупайте, пожалуйста, все это актуально, все это действует для вас. Какие могут быть проблемы на границах? На границах могут, конечно, влупасить штраф, это в лучшем случае, ну в идеале, конечно, вообще ничего не влупасить, то есть просто выпустили и все, если на руках имеются все эти документы, я надеюсь, попадется нормальная щадящая смена, без всяких проблем пропустят и вперед. Могут, конечно, влупасить штраф в зависимости от того, сколько дней вы пребывали, и сколько просрочена у вас виза, могут же, конечно, влупасить и депортации, но я надеюсь, таких у нас случаев не будет, никто не попадет в эту тему, может, кто-то будет кооперироваться, ехать машинами, это тоже такой случай сейчас нестандартный. Поэтому всем реально удачи в этом вопросе, кто будет выезжать с Чехии по вот этим вот визам, чтобы не было у вас никаких проблем, чтобы все прошло очень быстренько и гладенько. Ну и рекомендую, опять же, не задерживаться после 16 ноября здесь, в Чехии, потому что правительство Чехской Республики и полиция, в частности, они сразу же сказали, что будут жестко это все контролировать и жестко разбираться с теми нарушителями, которые нарушают эти законы. Поэтому, если поймают вас здесь в Чехии с этими просроченными уже визами, с просроченными документами, то тут, ребят, уже честно пеняйте на себя. По поводу биометрии, опять же, кто там заезжал, знают, что заезжают люди по биометрии, платят там всякие деньги, приезжают сюда, нелегально находятся. Это, опять же, ребят, можете не писать, ничего не говорить, это ваше право. А хотите, работайте, хотите, работайте нелегально, оставайтесь здесь, попадете под проверку. Ну, в лучшем случае это штраф, в худшем это депортация. Насколько это будет депортация, я не знаю. Поэтому тут реально все сами на себя обвиняйте. Я это не комментирую, я это не обсуждаю. Это уже ваше дело и ваше право. Вот такие вот новости, которыми я хотел с вами поделиться. Обязательно, ребят, еще раз повторюсь, кто уже ехал, или кто уже в Украине, или кто едет сейчас, пишите все остановки в комментариях. Это очень важно, очень нужно знать, чем добирались, как добирались, какие перевозчики и все такое подобное. Ну, а вам всем удачи и хорошо добраться до Украины. Всем удачи и до новых встреч в новых выпусках. Пока-пока.